Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию прямых эфиров с кандидатами в президенты и вице-президенты страны. Сегодня в формате пресс-конференции на вопросы журналистов будут отвечать кандидат в президенты Аслан Бжани и кандидат в вице-президенты Бадра Гунба. Добро пожаловать, дорогие гости! Добрый вечер, уважаемые коллеги! Напоминаю про условия пресс-конференции. Она будет длиться 60 минут. Таймеры телезрители могут видеть на своих экранах. Коллеги, с вашего позволения, я задам первый вопрос. Аслан Георгиевич, сейчас избирателей больше всего волнует состояние вашего здоровья. Работа президента связана с серьезными нагрузками. В случае вашей победы на предстоящих выборах, готовы ли вы к этому? Добрый вечер, уважаемые телезрители! Состояние моего здоровья удовлетворительное. Безусловно, я должен и дальше следить за своим здоровьем. Есть определенные ограничения. Но они не носят такой характер, чтобы это могло мне помешать в моей повседневной деятельности. Я человек, в принципе, спортивный. И я думаю, что в ближайшее время состояние моего здоровья будет еще лучше. Сегодня я себя чувствую хорошо и способен работать продуктивно. Коллеги, вы можете задавать свой вопрос. Единственная просьба, представьтесь, какое СМИ вы представляете. Назовите свое имя и фамилию. В вашей программе есть такой пункт о том, что вы готовы обсудить с парламентом вопросы модернизации системы власти. Могли бы вы чуть подробнее остановиться на том, как вам представляется эта модернизация и каковы ее могут быть этапы и шаги? Ну, мы говорим в своей концепции, я пишу о серьезных преобразованиях, о серьезных реформах, которые необходимо осуществить как в государственном аппарате в целом, так в частности в правоохранительных органах и в судебной системе. Если вы это имеете в виду, то речь идет именно об этом подходе. Но там подробно написано, с чего нужно начинать, на что необходимо обратить внимание. Для меня ключевым вопросом являются вопросы, связанные с государственным строительством. Это очень важно для нас построить правовое и экономически эффективное государство. Есть определенные подходы, есть определенный опыт, реализованный на примере стран примерно с таким же потенциалом, как у нас в Абхазии. В силу определенных причин и субъективных, и объективных, этому процессу по сей день пока еще не удалось придать должный импульс. Но это требование дня, это очень важно и необходимо. Поэтому там расписано, с чего начинать, с государственного аппарата, какие должны быть правоохранительные органы, какие изменения должны быть внесены. Такие ключевые документы, как уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, продолжение конституционной реформы, в части, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти. Это разговор очень большой, очень дитильный. Поэтому я вот так в общих чертах отвечу, если что-то более конкретное касаемо определенного ведомства или определенных государственных институтов, то я готов более подробно. Ну, вы знаете, я еще думаю таким образом, третий год, три года уже я являюсь депутатом парламента. Последний год по известным событиям я не имел возможности работать в парламенте. Но у меня есть определенный доступ к информации определенного уровня. Настоящее положение дел, глубина реформ необходимых в стране, необходимых в ведомствах, понимание этого процесса в полном объеме придет только тогда, когда, если случится так, что нам будет поручено руководить Абхазией, если нам этот ответственный вопрос будет доверен, тогда нужно будет еще раз все взвесить, посмотреть. У нас есть серьезные погрешности в цифрах. Я думаю, что истинное положение вещей чуть сложнее, чем нам преподносится. Поэтому не хотелось бы делать невыверенных шагов. Когда власть принимает решения, которые могут отразиться на судьбе тысяч людей, эти решения должны быть выверенными. Любое принимаемое решение должно решать хотя бы одну проблему, а не создавать новую. У нас так было, когда решения создавали новые проблемы, а не решали их. Такой подход неприемлем, поэтому будем делать все очень аккуратно и исключительно для пользы государства, общества и народа. Вот такой подход. Спасибо большое, Аслан Георгиевич. Низ Фаршба. Да, Низ Фаршба, информационное агентство Аяшера. Аслан Георгиевич, в продолжение того, о чем вы говорили, все реформы требуют каких-то финансовых вложений. А мы в последние годы слышим о том, что наша страна в принципе ничего не зарабатывает. Мы, собственно говоря, такое дотационное государство. Откуда планируете, в случае, если вы возглавите страну, добывать, доставать, находить деньги? Совершенно обоснованный вопрос. Любые преобразования должны быть подкреплены не только организационными правовыми мерами, волей руководства, но, конечно же, определенными источниками финансирования. И этот вопрос тоже является очень важным. Вы знаете, мы должны более рачительно пользоваться теми средствами, которыми располагает страна. Года, по-моему, это было два или три года назад, глава государства выступал на экономическом форуме и сказал о том, что коррупционный рынок в Абхазии расхищается народных денег значительно больше, чем 500 миллионов рублей. И он был прав, судя по всему. А значительно больше, это больше, чем на 50 процентов. Видимо, где-то около одного миллиарда. Это тоже ресурс, который мог бы быть задействован в плане осуществления необходимых преобразований. Но вы знаете о том, что на протяжении многих лет уже российское государство нам оказывает значительную существенную финансовую помощь. Я совершенно точно знаю, что руководство России обеспокоено теми процессами, которые происходят у нас здесь, в Абхазии. И они считают необходимым и очень важным провести комплекс мероприятий по декриминализации общества и государства. И они готовы оказать всяческую поддержку нам в этом плане. Не только организационную, но в том числе кадрами и ресурсами финансовыми. И этим пренебрегать никак не стоит. Все это нужно быть благодарным. И этой возможностью мы должны воспользоваться. Ну и еще одну цифру я хотел бы вам провести. Мы, если посмотреть, то за период с 2007 года, с 2008 года по настоящее время получили безвозмездно денег с Российской Федерацией более 1 миллиарда долларов или более 70 миллиардов рублей. Когда речь идет о реформе правоохранительных органов, судебной системе, там тоже нужны существенные деньги. Но там вполне подъемные суммы. Тем более, все это будет делаться поэтапно. Поэтому вопрос финансирования очень важен. Но будут изыщены средства как здесь, внутри нашего государства, так будем просить руководство России. И я абсолютно убежден в том, что они в этом вопросе нас поддерживают. Потому что это оправдано. Государственные институты должны быть эффективны. Речь не идет о повальном сокращении. Если даже речь пойдет о сокращении, то прежде чем предпринимать такие меры, необходимо позаботиться о том, чтобы эти люди были трудоустроены. Это очень важно. Вы, наверное, знаете, что у нас очень высокий уровень безработицы. Около 140 тысяч трудоспособного населения. А работает официально около 42 тысяч. Это катастрофически низкая цифра. Поэтому мы будем очень аккуратно и выверенно в этом ключе действовать. Но это необходимо. Мы не можем себе позволить иметь госаппарат и аппарат управления, который не соответствует задачам и целям, которые стоят перед обществом и государством. Все необходимо провести в соответствии с нашим интересом. Интересом народа Абхазии. Для того, чтобы все работало на пользу народа Абхазии. И это все просчитывается. Есть успешные примеры осуществления такого рода реформ. Денисфа, вы довольны ответом? Экономисты и предприниматели так называемый закон обвозном НДС называли провальной экономической политикой властей. Этим решением какой ущерб был нанесен экономике Абхазии? Вы любите цифры приводить. У меня не было возможности вот так вот взять и подсчитать прямой ущерб, который был нанесен, косвенный ущерб, а он и есть косвенный. И мало кому ясно, какой ущерб больше. Но то, что ущерб был нанесен, это факт. Этот закон необходимо было принимать более выверенно. Этот закон должен был коснуться определенной группы товаров. А вообще НДС это закон, это налог, который должен стимулировать рост производителя местного. Потом уже функция номер два, фискальное содержание этого закона. Поэтому этот проект был реализован очень и очень неудачно. Но никому неинтересно было подсчитывать, видимо, специалистам. Придет время, это все будет подсчитано, хотя бы для того, чтобы не повторять такого рода ошибки. Аслан Георгиевич, я бы хотела эту тему продолжить, но сам закон об НДС принимали депутаты предыдущего парламента. Но предприниматели неоднократно обращались в том числе и к вам, как к депутату, к нынешнему созыву парламента. Что депутаты предпринимают сейчас, чтобы улучшить эту ситуацию, изменить, какие-то поправки внести в этот закон? Вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что почти год я не был в парламенте. И я не могу сказать, что за этот год произошло, что за этот год, какие были изменения. Просто не в курсе, у меня не было возможности. Я знаю, что какие-то изменения вносились, что-то пересматривалось. Но вы понимаете, в чем тут проблема? Когда ввели закон этот, он оказался для многих неожиданным. Такие законы так не вводятся быстро. Нужен какой-то адаптационный период. Нужна информационно-разъяснительная работа. У людей были определенные контракты, определенные договоренности по определенным ценам. Поэтому, а это похоже, знаете, есть такая поговорка русская, как слон посудной лавки. Но слон посудной лавки, скорее всего, может навредить, чем помочь. Поэтому эффект тут мог быть только такой. Что в последнее время сделано, я не знаю. Поэтому я не готов ответить на этот вопрос подробно. Знаю, что эту норму необходимо провести в соответствии с интересом и бизнеса, и государства. В случае вашей победы дальше, как вы считаете, что надо менять в этом законе? Понижать ставку, отменять этот закон? Прежде всего, необходимо провести консультации с бизнес-сообществом, с экономистами. И в меньшей степени с политиками. И реализовать их пожелания. Спасибо большое, коллеги. Кого есть вопрос? Марина Гумба, газета Амцахара. Асан Георгиевич, как мы знаем, в стране затянувшийся кризис. Критическая ситуация во всех областях жизнедеятельности государства. Есть ли выход из этой ситуации? Что можно сделать? Как разрешить это? Ну, вы знаете, каждый кризис – это для оптимистов новые возможности. И с точности, да наоборот. Да, конечно, сложно. Я неоднократно в связи с этим прибегал к высказыванию великого Владислава. Он после войны как-то заявил, сказал о том, что самое тяжелое позади, а самое сложное впереди. Самое сложное – это как раз процессы государственного строительства. Ведь государство – это же не самоцель. Государство – это инструмент, который может, это единственный инструмент, который может обеспечить сохранение и развитие нашего этноса. Поэтому для нас это важно, чтобы было построено современное государство. Необходимо определить наиболее серьезные угрозы, которые стоят перед нами. И начать их решать поэтапно. В стране совершенно точно, в государстве нет денег на решение всех проблем. У нас, скорее всего, даже нет денег на решение одной проблемы. Все нужно будет делать очень и очень аккуратно и поэтапно. Мы должны остановить процесс деструкции государственных институтов, макроэкономических показателей и иные показатели, которые характеризуют состояние дел в государстве. Падение этих цифр должно быть остановлено за какое-то короткое время. Потом должен пойти процесс роста. Это займет около двух-двух с половиной лет. Мои друзья мне говорят о том, что мои выступления носят порой излишне заостренный критический характер. Я критикую не потому, что от этого получаю удовольствие. Я преподношу информацию, которая имеет место быть. Она такая, не симпатичная. И мы не можем о ней не говорить. У СССР дело такое. Непростое, очень сложное. Это должно произойти чудо, чтобы мы повернули ход истории в нужном русле. Но я уверен в том, что если мы проявим волю, если на ответственных должностях будут люди в профессиональном плане подготовленные, если мы обуздаем коррупцию, преступность, нам удастся решить эти глобальные задачи. Есть примеры, не во многих, но есть примеры, когда из такой ситуации удавалось выходить. Спасибо. Еще вопрос к Бадре Зурабовичу. Скажите, пожалуйста, на встречах вы говорите о том, что надо объединить народ. Как это сделать? Скажите, пожалуйста, на встречах вы говорите о том, что надо объединить народ. Как это сделать? Как это сделать? Р pratic gubka, рейтгалара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, Владимир. Действительно, жилищный вопрос в Абхазии стоит очень остро. К сожалению, сегодня государство не имеет таких финансовых, экономических возможностей решить проблему всех и очень быстро. Мы это прекрасно понимаем и в этом плане не стоит никого обманывать. Надо говорить откровенно и честно. Но решать этот вопрос необходимо. Если вы меня спросите, какой механизм, да, вот с учетом тех реалий, тех возможностей, которые есть сегодня у государства, я считаю, что есть Министерство репатриации и демографии. Кстати говоря, на мой взгляд, совершенно правильное решение было принято в этом плане. Вопросы репатриации и демографии решают одну общую задачу, да, для чего эта работа проводилась все эти послевоенные годы. Это в том числе вопросы, связанные с репатриацией, были связаны и для решения вопросов демографических. Так же происходит. Вот. В этом контексте, на мой взгляд, необходимо объединить эти усилия и создать равные условия для граждан нашей страны, где бы он ни находился, приехал ли он с Турецкой республики, с России и других стран мира, либо он приехал с отдаленного села, да, которое находится на территории Абхазии. И в этом плане мы знаем, что комитет по репатриации решал жилищные вопросы. И сюда же необходимо включить, значит, работу, данное направление по улучшению жилья молодых семей. Мы знаем прекрасно, что одним этим вопросом проблему молодых семей не решить и проблемы демографии не решить. В этом контексте это целый комплекс работы, это в том числе и создание рабочих мест и многие другие направления, которые позволят чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И, конечно же, это не может не сказаться в том числе и на демографии. На мой взгляд, сегодня наиболее приемлемый, с учетом условий, которые есть в государстве, этот механизм реален. Если позволите, необходимо поддержать существующий жилищный фонд, многоэтажные дома по Абхазии, которые постепенно разрушаются. Необходимо их спасти. На новое строительство денег пока нет и неизвестно, когда они появятся. Вот эта вот программа, которая была реализована, когда делали крыши этим домам. Это было сделано для того, чтобы эти дома не разрушались. Они, в принципе, прочные. Необходимо поменять коммуникации и так далее. Вот этот фонд необходимо сохранить. Ну, дальше больше. Дальше мы очень рассчитываем на то, что у государства появятся другие возможности. Мы в это верим. И, конечно же, вопросы, связанные с обеспечением жильем, это одна из ключевых социальных задач государства. И она будет решена, эта задача. Но это потребует время. Это несколько лет. Это не произойдет за несколько месяцев или несколько дней. Александр Георгиевич, я бы хотела продолжить. Инвентаризация показывает, что свободного жилищного фонда в Абхазии нет. Те здания, о которых вы говорите, они в аварийном состоянии. И замена вот этих коммуникаций и так далее – это дорогостоящие проекты. И строители говорят о том, что выгоднее строить новое жилье. Где изыскать эти финансовые возможности? Ну, я не могу с вами согласиться в полной мере. Разное говорят. Правду знают только чекисты. Мы потом у них спросим чуть позже. И будем руководствоваться их точкой зрения. Они в этих вопросах неплохо разбираются. Конечно, не так глубоко, как строители. Но считать они умеют. Посмотрим. Спасибо, коллеги. В условиях Абхазии сложно говорить о таком развитом крупном бизнесе. И все жалуются на то, что условия для создания такой прослойки, как средний класс, для поддержки малого и среднего бизнеса, не самые лучшие в Абхазии. Учитывая, кстати, обсуждаемую нами тему НДС и вообще налоговой системы. Как вам видится, какие меры нужно предпринять, надо ли их предпринять и какие меры надо предпринять, чтобы поддержать в условиях Абхазии малый и средний бизнес? Что касается формирования прослойки, так называемой, среднего класса, как раз таки в Абхазии эта задача могла бы быть решена. Причем по сравнению с другими государствами сжатые сроки. У нас очень предприимчивые люди. Самое главное, не нужно им мешать. Вот эти меры ограничительного характера и другие меры, которые были приняты государством, они мешали развитию бизнеса. Они не учитывали интересы этого бизнеса. Нужно дать возможность людям для работы. Необходимо сделать так, чтобы их не грабили. Ни преступный элемент, ни государственный аппарат. Необходимо решить ряд принципиальных вопросов, связанных с изменением режима работы на государственной границе. С тем, чтобы не было излишних, неоправданных, незаконных поборов для тех, кто осуществляет экспорт нашей продукции. Очень важно запустить наш аэропорт. Вот эти процессы необходимо предпринять максимальные усилия для того, чтобы заработала железная дорога. Все это делается шаг за шагом. Комплекс вот этих мер позволит создать класс собственников, средний класс. Я думаю, что это очень важно. Это ключевой момент. Я, например, верю в то, что средний класс у нас будет создан. Вы вникнете в то, что происходит. Государство или должно помогать, или не должно мешать. В нашем случае обратный процесс имеет место быть. Ну, я не хочу приводить примеры. Их более чем достаточно. Их более чем достаточно. Вот тот же ввозной НДС. Но человек, который имеет личное подсобное хозяйство, 2 гектара земли, например, выращивает 5 или 6 тонн орехов. Это же неплохие деньги для бюджета, да? 5-6 тонн. Это неплохие деньги для семейного бюджета. Такого человека, такую семью можно считать как за середняка. Ну, такая терминология. Так бы, да? Но мы вместо того, чтобы радоваться тихо его успехам, мы начинаем на него накидывать всевозможные административные удавки. Искусственно понижаем цены на этот орех. Составляем его платить экспортную пошлину. В последнее время очень много случаев заболеваний сельхозкультур. Разные у нас процессы в этом плане негативно происходят. Даже лекарственные препараты, необходимые для лечения, они обложены вот этим ввозным НДСом. Даже селитра обложена. Селитра – это то, что идет напрямую к сельхозпотребителю. Ее тоже в список товаров, которые обложили ввозным НДСом. Но это ответственный подход к делу. Конечно, это безответственный. Все это потихонечку убивает. И инициативу. Вы же понимаете, если человек один раз оказался в долговой яме, если проект один ему не удался, как тяжело встать на ноги. Вот потерять легко, а как тяжело встать на ноги. Ну, мы в этом ключе должны быть очень ответственны. Потом все-таки должны быть ответственны люди, которые знают состояние дел не только в селах, но и в промышленности. Я могу ошибиться в одной из развитых европейских государств. Если человек создает развитое европейское государство, ВВП которого измеряется чуть ли под триллион долларов. Человек создает 300 рабочих мест или 200 и имеет непосредственную возможность общаться с министрами экономики. Удобное ему время. Так они ценят тех, кто создают рабочие места, занимаются производством товаров на территории и так далее. А у нас такое отношение к нашему бизнесмену, к нашему аграрию. Вы про это что-то слышали? Огромное количество контрольных органов, которые создают препятствия. Я уже неоднократно их перечислял. Не хочу перечислять. Устал уже перечислять. Ничего в этом ключе не изменилось. Но как можно, хотя бы до осени же ждут обычно, да, вот урожай должен, но осень не собираешь урожай. Тут семенной фонд, я извиняюсь, воруют. Ну так, фигурально высказываюсь. Аслан Георгиевич, коллеги, если позволите, один вопрос хотела бы задать. Вот по поводу задержания Мизана Зухба. Информацию распространила МВД. Это сторонник ваш, один из активных участников январьских протестов. Как вы можете эту информацию прокомментировать? Я никак эту информацию прокомментировать не могу. Надеюсь, работники пророгнительных органов действуют в строгом соответствии с буквой и духом закона. А ему что придявлено? Обвинение? По подозрению. По подозрению в угоне оказания сопротивления. Сегодня у нас на вторник презумпция невиновности не была отменена. Или уже отменили. Я просто в район выезжал, не в курсе. Она действует. Она действует. Она в конституции Абхазии. Пожалуй, мы видим. Такие вещи должны комментировать специалисты, а не политики. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы. От дел внутренних проблем, мне хочется перейти немного к внешним. В последнее время очень часто слышны разговоры о том, что женевский формат уже начинает изживать себя. Нет никаких подвижек и так далее. Вообще, насколько вы считаете этот формат нужен, что он дает нашей стране? Ну и вообще, как вы видите, какими должны быть взаимоотношения Абхазии с Грузией? У меня, хоть я и работаю в комитете по международным делам, состою в качестве депутата, не было возможности никогда принимать участие в такого рода переговорах. Откровенно говоря, как-то и никуда мне не доводилось выезжать, как-то мимо меня все это проходит. Поэтому мне сложно судить, есть ли там достижения или нет. Но я знаю одно, что переговоры должны быть продолжены. Есть такая поговорка российская, вода камень точит, жизнь меняется. Есть императивы времени. И это надо тонко чувствовать. Поэтому переговоры надо вести. К чему они приведут? Покажет время. Мы по мере того, как будем укреплять свою государственность, по мере того, как наше государство будет приобретать авторитет на международной арене, в глазах мирового сообщества, я думаю, подвижки пойдут быстрее в нашу пользу. Мне так кажется. Мы должны сами соответствовать заявленным требованиям. Это тоже обсчитывается. Это все оцифровывается. Тут никого не обманешь. Мы раз поговорили о внешней политике. Можно я немножко о глобальном? Вернее о коронавирусе. Начну с коронавируса и перейду к уровню нашего здравоохранения. Вы уверены в том, что вопрос по коронавирусу стоит мне задавать? Ну, я буду судить по ответу вашему. Европу с такой хорошим уровнем медицины трясет. Тогда что говорить о нашем здравоохранении? У нас, честно говоря, тихая паника. Не дай бог, если этот коронавирус дойдет до Абхазии. Вопрос. В вашей команде есть видение, как изменить ситуацию в нашей медицине? Как повысить ее уровень? Аннушка, ну ты, конечно, задала серьезный очень вопрос. Допугала меня коронавирусом. Я не готов комментировать эпидемию коронавируса. Я в этом очень плохо разбираюсь. Знаю, что это проблема. И, возможно, она нас коснется. Но у нас есть специалисты, вирусологи или кто там. Они, наверное, подскажут, как себя вести. И необходимо руководствоваться их рекомендациями. Теперь, в целом, что касается медицины, конечно, медицина должна быть на другом уровне. Это, опять-таки, деньги. Все упирается в финансовые возможности нашего государства. Вы, наверное, слышали о том, насколько порой мы неэффективно тратим ту финансовую помощь, которая поступает к нам из Российской Федерации. Эта финансовая помощь могла быть эффективно использована, в том числе и в медицинской отрасли. Есть примеры, кстати, эффективного использования тоже. Так же, как и неэффективного использования. Но, по сути, мы уже имеем в виду, имеем по факту платную медицину. Некоторые услуги у нас уже являются платными. В одной стране, очень похожей на нас, пошли по такому пути. Они отказались от вранья. Взяли, посчитали свои возможности. Возможности, которые могут быть направлены на обеспечение здоровья нации. И, конечно же, выяснилось, что они могут решить ряд проблем. И эти проблемы государство взяло на себя. Все остальное отдали в частные руки. И у них все изменилось в лучшую сторону. Потихонечку необходимо составляющую частную, составляющую в медицине увеличивать. При этом должна быть медицинская услуга, которая гарантируется государством. Но, опять-таки, исходя из возможностей государства, мы должны перестать заниматься халтурой. Это нас разъедает изнутри. Мы из-за этого погибаем. Вранья быть не должно. Вот эту услугу государство может оказать. Вот такое-то количество койко-мест для больных государство может содержать. Остальное нужно отдавать частной руки на условиях, выгодных для населения. Это все делается параллельно с другими вопросами. Иного пути нет. Проект коммунистический в мире провален. Это Советский Союз себе мог позволить иметь такое количество медицинских учреждений в Абхазии и содержать медицину на достаточно высоком уровне по тем временам. Этот проект никем уже не реализовывается. Мы должны признать, что другие подходы, экономические и политические, нравится это кому-то или не нравится, речь идет о капитализме. Но необходимо сделать так, чтобы этот строй был по максимуму социально ориентирован. необходимо сделать так, чтобы разница между бедными и богатыми сокращалась. Вот есть такие государства, где очень жесткая вилка. Какой бы ты ни был богатый, если даже ты частный предприниматель, вот хочешь ты получать 100 тысяч долларов, там вилка 25, значит, рабочий у тебя должен получать 4 тысячи долларов. Хочешь получать 200 тысяч долларов, плати ему, будь добр, 8 тысяч долларов. И это, на мой взгляд, справедливо. Мне так кажется. Надо, конечно, подумать, все взвесить, посмотреть. И примерно в таком ключе двигаться. И в медицине, и в образовании, и в других очень важных сферах нашей жизни. Извините за то, что по поводу коронавируса не готов был к ответу. У нас еще около 20 минут остается. Я бы вопрос Бадри Зурабовича хотела бы задать. Вы человек не новый в политике, но ваше возвращение в политику можно узнать, чем связано? Насколько нам известно, это решение вам тоже далось не сразу, нелегко. Знаете ли вы, в случае вашей победы, какими вопросами вы займетесь? Вот сразу два вопроса задам. Спасибо большое. Действительно, вопрос очень хороший. Возвращение в политику я бы не назвал. Возвращение? Нет. Все-таки деятельность в Министерстве культуры это некая практическая деятельность. Это государственная служба. Это государственная служба, когда ты занят серьезными, насущными вопросами, которые стоят конкретно именно в той сфере, где я находился в области культуры. Вы министр политической фигуры? Да, да, согласен, согласен с вами, но я никогда не ощущал, что это политическая фигура. В большей степени это была именно, на мой взгляд, это работа, которая направлена на деятельность максимально быть полезным обществу и тем людям, которые занимались культурой. Что касается, значит, нынешней ситуации, я бы хотел бы отметить, вы здесь правы, я не представлял себе, что я буду заниматься политикой. Для меня это новое направление. Почему я принял такое решение? Мы все понимаем, да, и видим ситуацию, в которой сегодня находится страна. Я сегодня вижу людей, которые готовы взять на себя ответственность и продолжить работу по укреплению нашей государственности, по укреплению, значит, наших внутренних позиций, внешних позиций. Эти люди сегодня, безусловно, этими людьми являются Аслан Георгиевич, Александр Золотинский. Для меня сегодня честь находиться рядом и быть полезным, в том числе со всей командой, сделать что-то полезное для нашей страны. Еще раз повторю, для меня это решение было нелегкое, но учитывая тех людей, которые сегодня находятся, руководят данным политическим процессом в нашей команде, я им верю и доверяю. Я уверен, что они смогут сделать много полезного для нашей страны. Падрис Ромович, и… Можно я вмешаюсь, Рослевор? Некоторые коллеги на этот вопрос отвечают таким образом. Вот без конца пошел поток людей с просьбой заняться политикой. Я не мог им отказать. Вот такой достаточно распространенный ответ бывает в нашей с вами действительности. Вы, наверное, об этом слышали. Слышали. Все-таки, Бадра Зурабович, вы в случае победы знаете, вот какими вопросами конкретно займетесь? Все прописано в Конституции. Да, в Конституции все четко прописано, что вице-президент выполняет определенные поручения. В команде вы обговаривали, какими, может быть, вопросы? Нет, мы не обговаривали никаких позиций. И, кстати говоря, сразу хотел бы, пользуясь моментом, развеять некоторые слухи якобы в команде, да, определяются некие позиции и так далее, значит, раздаются должности. А мы зачастую, да, слышим некие разговоры, абсолютно никаких таких разговоров и мышлений в нашей команде нет. Сегодня стоит другая задача. Вот и все. Спасибо большое. У нас просто нет таких полномочий, такого мандата от граждан Абхазии. Все задачи нужно решать по мере их возникновения. На нас такие функции еще никто не возложил. Если мы окажемся теми, кому народ Абхазии доверит руководить Абхазией, мы, конечно же, распределим функциональные обязанности, людей подберем. У нас есть примерное понимание, как это сделать. Спасибо большое. Но этот вопрос сейчас пока еще не актуален. Спасибо. Марина. Вы посмотрите и готовы ли вы участвовать в этом законе, в принятии, в обсуждении принятия этого закона? Нет такого закона. Этот закон должен быть. Ветераны, участники войны должны быть окружены максимальным вниманием со стороны государства. Это очевидно. Опять-таки это упирается в ряд других проблем. Безусловно, такой закон должен быть принят. И это мне даже на этом этапе не хотелось бы на эту тему говорить, потому что необходимость особого подхода к инвалидам, к участникам войны, она очевидна. Государство делает то, что может сегодня, но этого мало. И необходимо сделать другие шаги предпринятия. И они, конечно же, будут предприняты. Коллеги. Можно. Я просматриваю вашу программу. Ну, тезисы сегодня не обнаружила в ней такого, на мой взгляд, важного раздела, как экология. Мы все любим говорить, что Абхазия, курортная страна, славится уникальной такой своеобразной природой и так далее. Как вы вообще оцениваете экологическую ситуацию у нас? И какие вам видятся проблемы? И есть ли у нас какие-то возможности использовать современные средства для того, чтобы разбираться с этими проблемами? Если мне память не изменяет, у нас есть экологический прокурор, прокуратура. Это специально выделенный орган, это первое. Второе. Несколько статей Уголовного кодекса, сонарушения норм, связанных с этим направлением работы. У нас есть экологическая служба. А все остальное, о чем вы говорите, это работа специалистов. Мы должны сегодня руководствоваться тем, что мы имеем. Как эти статьи работают, как соблюдается закон. Это другой вопрос. Думаю, примерно так же и во всем остальном. Но все будет работать должным образом. И экологическая прокуратура, и экологическая служба, и статьи Уголовного кодекса. А потом сядем, подумаем и взвесим, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы сохранить уникальную природу, которая нам была дарована Господом Богом. Это обязательно важно. Это очень нужно. Это то, что руками человека невозможно сотворить. Я полностью разделяю, что экологическая политика в стране должна быть выверенной. Это как бы бесспорный факт. Охрана растений, переработка твердых бытовых отходов. Это все-таки не напрямую вопросы экологической прокуратуры. Тем более, они очень давно обсуждаются. Мы о полигонах, о мусороперерабатывающих заводах. Сколько я работаю в журналистике, столько слышу обещаний. Это вообще реально решаемая эта проблема? Это же не космический аппарат с человеком во Вселенную запустить. Заводы по переработке мусора – это небольшая такая редкость. Не так редко это можно увидеть. Для этого нужны деньги. И эти деньги должны быть изысканы. Но мусор разбрасываем по всей Абхазии. У нас лучшие земли города в районе Маяка. Огромное количество земли. Очень ликвидной. Под свалкой. Я абсолютно убежден в том, что найдутся люди, которые построят завод, если им дать эту землю. В другом месте они ее построят. Боюсь, что это упирается в какие-то интересы конкретных лиц. У нас очень многое в это упирается, поэтому нет подвижек. Но в этом тоже разберутся специалисты универсальные. Аслан Георгиевич, я бы хотела тему экологии продолжить. Вопрос добычи нефти последний год-два очень актуален в Абхазии. И многие, я не могу не задать этот вопрос от наших граждан, говорят, что приход, возвращение в большую политику Александра Золотинского-Вича-Анква, который сейчас в вашей команде, связан именно с решением вот этого нефтяного вопроса. Это первое. Во-вторых, я бы хотела лично ваше мнение узнать по вашу позицию по вопросу добычи нефти. Мне, что касается вопроса добычи нефти, я, вообще-то говоря, привык доверять мнению специалистов и документам. Правда, люблю перепроверять. В 2015 году была создана парламентская комиссия по изучению целесообразности добычи нефти и так далее. Эта комиссия никаким выводом не пришла. В 2019 году была создана комиссия повторно. Результаты деятельности этой комиссии мне неизвестны по сей день. Их пока все еще нет. Для меня это носит странный такой характер, потому что изучение такого вопроса не может быть, для этого года не нужны. Я не знаю, я не могу понять, что там происходит. Почему комиссия не пришла к каким-то выводам положительным, отрицательным и так далее. Вы бывали в Объединенных Арабских Эмиратах? Нет, к сожалению. Вы там, к сожалению, не бывали. Ну, многие, наверное, бывали в Объединенных Арабских Эмиратах. Это страна, которая в течение 40 лет, страна пустыня. Там огромное количество парков, селенных насаждений и очень чистая вода в море. И все это благодаря тому, что они начали добывать нефть. Другое дело, что они ее распределяли справедливо в пользу государства и населения. То есть вопросы экологии и добычи нефти, они совместимы. Для меня непонятно, имеем мы нефть или нет. Мне пока ничего по этому поводу не известно. Я документов не видел. Вот как только я их увижу, мы обязательно спросим у специалистов. И такие вопросы могут быть реализованы только тогда, когда власть получит одобрение со стороны народа. Это серьезный и большой проект. Именно так мы и будем поступать. Это первое. Второе. Не думаю, что Александр Анклаб вернулся в политику только для того, чтобы заниматься нефтяным вопросом. Я такую постановку вопроса не принимаю в принципе. Александр Анклаб обсуждает огромное количество вопросов. Огромное количество вопросов. Поэтому говорить о том, что это связано только с проектом нефтяным, я так не стал бы. А слухи, наверное, люди любят поспредничать. Спросите у тех, кто так говорит, они, может быть, более конкретную информацию вам дадут. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Возьмите микрофон, пожалуйста. Она не задавала. А, Сатама Занжила, он несколько раз просил просто. Дмитрий Басарьев, Санна Пресс. Аслан Георгиевич, скажите, пожалуйста, если вы станете президентом, что будет сделано для развития абхазского языка? И есть ли определенная программа уже для решения этого вопроса? Во-первых, будет продолжено все полезное, что делается в этом направлении. Это первое. Второе. Мы посмотрим, как работает закон о языке, который был принят. Видимо, наверное, скорее всего, некоторые положения этого закона придется изменить. И необходимо, чтобы абхазский язык преподавался более интенсивно и на современных методиках в школах. Вот я был в селе Лабра, директор школы села Лабра, Папазян Сиран такой есть, педагог. Он обратился с просьбой ко мне, сказал, что у них есть педагог, учитель абхазского языка, но одного педагога недостаточно. Дети говорят на абхазском. И это было очень приятно. Он сказал, что нужен еще один педагог. И они должны получать заработную плату больше, чем остальные педагоги. Об этом говорит директор государственной армянской школы, проживающей в Абхазии. Интересная же позиция. Правильная же позиция, да? И мы, конечно, даже сейчас сможем обеспечить не абхазские школы педагогами по абхазскому языку и дополнительно им платить. Школа, семья. В конце концов, знание государственного языка должно обеспечить условия для роста, если человек хочет стать публичным или государственным служащим. Есть примеры, когда состояние языка было хуже, чем у нас сегодня. Например, язык, который государственным является в Израиле. В начале 20 века, в конце 19-го, на нем говорили единицы. Сегодня говорят миллионы. Можно этот опыт перенять. Будем делать все то, что нам подскажут специалисты, люди, которые могут решить эту задачу. Это фундаментальная, главная, важная для нас задача. Язык, культура, идентичность – это явление одной категории. И мы это никак не можем упустить из поля внимания нашего. Спасибо большое. Анжела Кучуберия. Аслан Георгиевич, скажите, пожалуйста, насколько возможно восстановление работы Сухумского аэропорта и как Вы относитесь к восстановлению сквозного железнодорожного движения через Абхазию? Еще один вопрос. Вдруг мне не дадут еще задать вопрос. Вы после выписки из Краснодара говорили, что направили материалы в другие лаборатории для того, чтобы подтвердить или опровергнуть внешнее воздействие. Есть ли какие-либо результаты? Вы очень так скурпировали такие разноплановые вопросы. Но Вы, наверное, помните время, когда Сухумский аэропорт работал. Значит, он может работать. Чуть сложнее, потому что есть силы, которые препятствуют. Есть позиция грузинского государства, и она мешает нам в этой работе. Но я думаю, что это будет преодолено. Необходимо проявить настойчивость и новизну подходов. В 2011 году один из терминалов был отремонтирован. Я был участником переговоров 25 августа 2013 года, когда Владимир Владимирович Путин поставил задачу запустить Абхазский аэропорт. И это должно было произойти. Но у нас произошли другие события. Поэтому я не знаю, сколько потребуется времени, но аэропорт должен и будет запущен. Подозреваю, что там тоже есть субъективные факторы, которые мешают реализации этого проекта. Они, скорее всего, носят имущественный характер или чей-то конкретный интерес. Подозреваю, что такое есть. Способность и дорожное сообщение зависит не только от желания абхазской стороны, оно зависит от желания Российской Федерации, грузинского и армянского государства. Насколько я знаю, был период, когда они были заинтересованы. Если интерес у этих государств сохранился, мы будем способствовать реализации этого проекта в обязательном порядке, потому что это для нас дополнительные рабочие места, это поступление в бюджет, это шаг вперед и для развития экономики, и для развития культуры, и многого-многого полезного и нужного нам очень нашей стране. И третий вопрос. Да, в лаборатории был отправлен материал, это занимает примерно три недели, чуть больше может быть. Скорее всего, это второго числа случилось, числа, ну, в конце месяца ответы будут. Там будет наглядно написано, что это было. Я напоминаю, у нас около тридцати минут остается, но еще трех минут остается, еще один-два вопроса, я думаю, мы успеем. Мадина, прошу. Ответы мы успеем. Я надеюсь, смотря как коротко вы будете отвечать. Аслан Георгиевич, вы говорили о субъективных факторах при принятии тех или иных решений. Как вы будете бороться с коррупцией? Ну, во-первых, есть, необходимо предпринять, мои дорогие коллеги, комплекс мер. Одной мерой тут не обойтись. Я уже много раз говорил на эту тему, я говорю вещи очевидные, боюсь, что те меры, которые я озвучивал, их будет недостаточно. В процессе работы будем наращивать обороты. Должно быть все прозрачно, все должно быть под контролем, необходимо внести изменения в уголовный кодекс в УПК, необходимо реформировать правоохранительные органы, и эта задача должна стать задачей номер один для руководства Абхазии. Ну, для того, чтобы она была реализована, конечно же, в ней нужно разбираться в том, как поставить правильную задачу и проконтролировать ее исполнение. Не думаю, что с этим у нас будут большие проблемы. Не получится самому нарушать закон и требовать у подчиненных быть законопослушными. Эта формула уже не работает. В условиях Абхазии она не работает вообще. Это вылезет мгновенно. Поэтому будет нелегко руководителям. Наверняка кто-то думает, что это просто слова или просто то, что принято говорить перед выборами. Это генеральная линия нашей команды, если нам будет оказано доверие. Я надеюсь, еще один вопрос успеем задать. Аслан Георгиевич, в ходе предвыборной кампании было очень много выступлений, программных речей. Однако с предвыборными обещаниями вы, ваша команда, не разбрасываетесь этими обещаниями. Единственное, что в одном из последних интервью вы сказали, что если за три года президентства не удастся сократить количество ДТП, то вы готовы уйти в отставку. За те же три года каких еще конкретных результатов можно достичь, если можно в цифрах. Качественно иной уровень работы государственного аппарата, качественно иной сам государственный аппарат, высоченный уровень доверия к судебной системе правоохранительным органам. Уровень коррупции будет понижен так, что его не будет видно. Уровень преступности будет низким. Центр принятия решения, центр власти один народ и закон и государство. Вернее, несколько центров, но они именно такие. Мера государственного принуждения будут работать должным образом. Законопослушным респект и уважение тем, кто нарушает закон, строгое наказание. Ничего нового и ничего личного. У нас всего 18 секунд на таймере остается. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшний эфир. Спасибо большое коллеге. Спасибо. Спасибо.